Здравствуйте, уважаемые садоводогородники! Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука! Поговорим сегодня еще об одном продукте домашней биотехнологии. Говорили в этом сезоне уже о яблочном уксусе. И вот еще одно замечательное, историческое, можно сказать, блюдо, очень вкусное, десертное, это моченые яблоки. Моченые яблоки исторически являются источником, витаминов, полезных веществ для людей, поскольку надо было как-то эти яблоки сохранить. И это был метод консервации этих яблок. Процесс мочения, он сродни квашению. Только здесь еще немножко больше дрожжи рулят. Но все же главная роль отводится молочнокислым микроорганизмам, бактериям. При всем том, на сегодняшний день пойти в магазин и купить яблоки или взять яблоки поздних сортов собственного производства и поесть, нет никакой проблемы абсолютно. Но за что же мы все равно любим моченые яблочки? За то, что это очень-очень вкусно и очень полезно, поскольку при мочении яблоки приобретают новые, дополнительные полезные свойства. И систематическое потребление вот таких ферментированных фруктов, а на самом деле мочить можно не только яблоки, мочеными делают и сливы, и многие другие фрукты. Это очень-очень хороший элемент здорового образа жизни. Они еще полезнее, чем квашеная капуста, поскольку квашеная капуста содержит большое количество соли. Здесь же соли очень-очень мало, поэтому их можно потреблять практически в неограниченном количестве, сколько вам хочется. Я мочить буду в трехлитровой банке, и это накладывает некоторые ограничения. Яблочки должны быть мелкие, чтобы туда залазили, и потом их было легко оттуда доставать. Но масштабировать этот рецепт можно до любых пределов. Пожалуйста, бочками, кастрюлями, чем угодно. Считается, что для мочения лучше брать яблоки со светлой кожурой. Однако я ежегодно мочу поздних сортов яблоки, также и с красной кожурой, и мне это тоже очень нравится. Ну да, она делается немножко сероватым оттенком, но меня это нисколько не смущает. Ну как краснокочанная капуста в квашении. Меня это не смущает, это полезно, вкусно, доступно. Поэтому берите такие сорта, какие хотите. Кроме того, что я закладываю в банку яблоки, я вот еще люблю рябинку черноплодную туда добавить, тоже для цвета хорошо. Ну и кладу туда листики мяты, можно положить... Вот у меня еще мята зеленая по всему участку растет. Можно положить еще и соп, можно положить корицу, гвоздику. Вот как вам нравится. По несколько бутончиков, кто-то любит более пряный рецепт, значит можно больше этой гвоздики корицы положить, кто-то меньше, ну вот мне мятая черноплодная рябина очень даже нравится. На трехлитровую банку необходимо положить две полные столовые ложки поваренной соли. Это будет, ну так сказать, элемент консервации и управления микроорганизмами. Я даю рецепт на меду. Почему на меду? Ну, во-первых, мед сам по себе весьма приятный продукт. Во-вторых, ну в основном в яблоки моченые кладут сахар, белый сахар. Но я уже рассказывал о том, что мед сам по себе, только настоящий мед является источником очень полезных молочно-кислых организмов. И мед здесь не только источник сахара, но он еще и источник этих самых полезных микробиков. Это такой стартер, это такая, ну, закваска, начальная культура полезных микробов, благодаря которой мы поведем наш биотехнологический процесс мочения в нужную сторону. При избыточном развитии дрожжей, вот здесь, происходит газирование яблок. Кожура вспучивается, делается слишком газированной. Мне нравится, когда здесь будет гармоничное спиртовое и молочно-кислое брожение. Когда здесь может избыточно развиться сенная палочка, то в этом случае яблочки делаются дряблыми и горьковатыми на вкус. А мне надо, чтобы было все идеально вкусно. Вот мы так и будем делать. Поэтому мы сюда добавляем две полные, большие, прям большие-пребольшие столовые ложки меда. Ну, у меня уже засахарился. Ну, ничего страшного, он у меня настоящий. Поэтому я его легко использую. И вот так вот я его выковыриваю, потому что он, конечно, уже не течет, не льется. Сейчас я наковыряю и вторую ложку тоже. И после того, как мы соединили все компоненты, вы же видите, что здесь компонентов, в общем-то, совсем немного. Сейчас поговорим про температурные режимы. Это важно, опять же, чтобы канализировать, так сказать, процесс, куда надо. Вот, все сделали. И теперь надо залить это все горячей водой. Ну, не страшно, что горячая вода. Некоторые скажут, ну, как же, мед с горячей водой же совсем не дружит. Но на самом деле раствор этот сразу же охлаждается очень быстро. И никакой горячечности здесь не будет. Просто яблочки холодные, банка холодная, черноплодочка холодная, мед холодный. Поэтому здесь все, так сказать, очень горячее, даже не горячее вы по итогу получаете. Ну, такая тепленькая, то как надо. Поэтому ни бактерии здесь лишние не умрут. А надо помнить, что молочно-кислые бактерии выдерживают даже пастеризацию. То есть нагревание до 60-70 градусов. И они не погибают. И это тоже будет один из факторов, благодаря которому достигается канализирование процесса. Ну, канализация – плохое слово. Но после того, как мы все это соединили, мы просто вот такой вот, ну, по старинке называется капроновая крышка. На самом деле это полиэтиленовая. Не сразу налазит, бывает, что она тугая такая. О, полиэтиленовая крышка. Мы это накрываем. Конечно, вот эту всю штуку надо поставить в тазик. Почему? Потому что здесь может идти газообразование и немножечко будет вытекать этот рассол. Ну, чтобы на пол не налилось там или на стол, то поэтому мы поставим это все в тазик. Примерно в течение двух недель вот баночка должна стоять при температуре 16-18, ну, до 20 градусов. Это нормальная история. А потом ее надо поместить уже в холодное место. Подвал, холодный балкон, ну, не допуская замерзания. Ну, как правило, это 6-8 градусов. Можно в холодильник. Ну, конечно, если вы делаете много моченых яблок, как мы, то в холодильник не заставишь. У меня погреб здесь есть с нормальной такой ровной температурой зимой и летом. И уже хранить на холоде. Ну, в точности, как с квашеной капустой. Только квашеную капусту две недели, конечно, в тепле никто не держит. Поменьше там, ну, до недели. А здесь две недели надо в тепле держать. При желании вы можете сюда добавить и шиповник, и там калину можно сюда добавить. Все это добавит и пользы, и дополнительный пикантный вкус придаст вашему продукту. Вы знаете, получается такой вкусный продукт, такой вкусный рассольчик вот этот, что этот рассольчик прям выпивается в первую очередь. Он, кстати, тоже очень полезен для здоровья. Кроме того, ну, надо следить за этой банкой. Дело в том, что яблочки очень активно впитывают воду. И вот этот рассол получается. И из-за этого уровень падает этого рассольчика. Поэтому по мере того, как яблочки будут впитывать рассол, надо просто немножко туда доливать. Ну и надо помнить, что если вы хотите истинно моченые яблоки, прям такие вот классические моченые, то надо их держать под капроновой крышечкой все-таки, потому что надо избегать доступа кислорода сюда. Если вы мочите в бочке, значит, надо в пакет складывать, пакет увязывать. Если вы не в пакете это делаете, значит, тоже крышкой как следует бочку прикрывайте, чтобы там был минимальный доступ кислорода. Если же вы не можете обеспечить минимизацию доступа кислорода, хоть как на вине делайте затвор или перчатку сверху одевайте, но если вы не можете это сделать, обеспечить вот такую систему, то возьмите и добавьте туда домашнего уксуса. Ну вот на трехлитровую банку буквально 2-3 столовые ложки будет достаточно с уксусной маткой, домашнего уксуса с уксусной маткой. И тогда вместо того, чтобы наверху здесь росла какая-нибудь плесень завелась или ненужные там сенные палочки, еще что-то, здесь они ни к чему. Здесь разовьется уксусно-кислая история вся, и здесь появится дополнительный вкус маринования с уксусом, то есть уксусные бактерии получатся. Немножечко этот рассол будет похож на яблочный уксус, он все равно будет очень-очень вкусный, но заселение сюда уксусных бактерий предохранит от нежелательного развития другой аэробной микрофлоры. Что ж, вот так вот по науке мочим яблоки, делаем этот биотехнологический продукт, даже если кто никогда не мочил, все равно мочите, потому что это, кроме того, что вкусно, еще и очень-очень полезно. А храниться на холоде они могут так хоть целый год, поэтому эта заготовка, так сказать, на большую перспективу, поэтому заготавливайте их много. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, до самой скорой встречи!